на интересном моменте мы сейчас будем оценивать игру у нас получился очень хороший результат но лично он мне от порадовал и конечно он улучшил мое впечатление надо как-то вот взвесить этот проект и после детройт знаете я понимаю что это разные масштабы но все же идея схожа что вы принимаете решение как-то это все развивается раскручивается насколько это вот интересно такой кеймплей и вот как-то мне меня вот мне мне понравилось но эта игра на разочек она мне понравилась но у меня возможно она бы не понравилась если поправил не знаю то есть есть результат поэтому наверное так скажу надо оценить но мнение мнение об игре понимаете сейчас у меня положительно очень медиа по игре где дед времени как-то вот я вышел на удачный результат понял логику игры да то есть пришел к приятному результату который меня лично как игрока порадовал мне не хочется говорить к чему я пришел потому что может у вас будет другой результат финалом тоже очень много имеет поэтому наверно из того что я играл в таком жанре игры более крупные вот а это получается более такой камерное мероприятие какое от него вот первое впечатление единственная аналогия тут давно-давно играл в агент малдер искали была игра на приставках будем было или на 2 playstation или на 1 на 2 до на 2 playstation и там я вот схожий геймплей встречал там тоже нужно было ходить но именно когда отснятые материалы кинематографические друг друга чередуют зависимости от ваших решений одной стороны очень высокая хочется оценку поставить другой стороны меня это сдерживает потому что игра она слишком много создала скажем так вопросов на которые она отказалась отвечать то есть вам показали зарисовку как будто кусок от большой картины и вот из-за этого наверное меня это и сдерживает поставить хорошую оценку потому что я вроде хочу но я понимаю что что-то не так я вот сейчас видите стараюсь подумать и понять а что не так что меня сдерживает прежде чем озвучить оценку меня как раз держит то что игра нам дала задачу мы ее выполнили а так и не раскрыла по сути своих карт то есть она сделала зарисовку и такое ощущение что как будто ты должен какие-то еще продолжение искать и вот это уже отдельный вопрос потому что возможно когда мы поиграем в остальные части потому что они вроде еще есть части от этой студии вот в такой же стилистике сделан у меня ощущение что это как будто одна целая вселенная одна целая игра которая кусочками вам подается и вы таким образом ее раскрывает но вот как отдельный кусок вот он воспринимается как вот скажем так огрызок и поэтому 5 из 10 потому что 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 получается в итоге да вот мы прошли у нас хороший результат но первое путешественников мы ничего не знаем но мы возможно в будущем выясним потому что я принял решение отправиться вместе вот опять не ну одним словом я принял решение разобраться в этом вопросе второй момент мы ничего не знаем той организации которая нас вначале сюда отправляет то есть вот это мистичность да типа а мы не скажем ну то есть она была бы интересна возможно в более масштабной игре или в продолжение возможно у меня было больше ответов если играл бы в первую часть от этой студии потому что возможно они взаимосвязаны я бы увидел бы эту взаимосвязь и таким образом я бы сказал да да меня картина более целостная я могу поставить но сейчас я ощущаю что мне дали огрызок мне дали какой-то мини кусочек большой истории вот с геймплеем чтобы как бы намекнуть о том что это очень классная большая история а вот посмотри зарисовочку пока и вот это мне не нравится именно того что мне дали только зарисовочку я хочу узнать всю картину а не просто попредвкушать что когда-нибудь я ее увижу а учитывая нашу систему прохождения видеоигр я скорее всего никогда я не увижу поэтому 5 из 10 именно из-за ощущения того что дали огрызочек пусть он очень вкусный но от этого наверное горьче мне потому что я восхищен тому потому что мне удалось здесь достичь и понимаю что на этом все возможно конечно какие-нибудь там путями мы еще сможем вернуться этой истории но в данном аспекте лучше наверное если их игры взаимосвязан то я вам рекомендую начать с первой части чтобы картина их идеи того что они выстраивают того что они вот как бы вырисовывают было более целостной потому что эта игра нас до 1000 предвкушение предвкушение и сам процесс это просто элемент того чтобы ваше предвкушение нарастал да есть геймплей вот так уж получается что самая основная история которая создает причинно-следственные цепочки вообще сложившуюся ситуацию она не раскрыта она так и остается за квадратом малевича который мы с вами сейчас наблюдаем и в этой причине вот у меня я не могу его то есть как бы у меня есть восторг от результата у меня нет восторга от того что мне дали ответы на мои вопросы и даже нет как бы вот я просто я только осознаю что вот это интересная там их структура их идеи породили эту ситуацию но но ответов то нет вот и дело одни намеки одно предвкушение одно желание наконец-то вкусить то блюдо а не только почувствовать аромат или как говорится снять пробу ложечкой поэтому ложечка конечно великолепно но с точки зрения наверное надо осознавать что это кусочек чего-то большого ну да вот наверное поэтому 5 из 10 то есть это такие усредненные ожидания с одной стороны да мне интересно я осознаю что это любопытство другой стороны кусочек и правда вкусный поэтому это любопытство она оправданная но это кусочек а я хочу всю игру вот такие впечатления после прохождения дактив оборотень да и я бы все-таки назвал бы детектив перевертыш потому что свойства которые ему присущи они больше свойственные наверное мифическим существам больше перевертышем которые могут перевоплощаться ну или если взять ведьмака там дуальмерами их называли то есть можно уже посмотреть там по мифологии откуда они взяты то есть и их называют ну как бы существа которые могут становиться но он может только я так понимаю людьми становиться но это не факт возможно он может становиться кем угодным и даже животными как это и было ведьмаке поэтому оборотень здесь неудачный вариант ну возможно проблема в переводчиках они в самом названии тоже возможно название это и заложено что это не совсем тот оборотень который мы привыкли воспринимать но как минимум по геймплею я его не воспринимал я его больше перевертышем воспринимал ну вот на русском языке то что приходит из мифологии перевертыш то есть как бы способные перевоплощаться в других людей возможно не только в людей но здесь вы опять же зарисовочка и нам остается только предполагать насколько правильные впечатления а что если есть желание кому-то оценить но вижу но вижу тишина это есть любом случае благодарю разработчиков за то что далее мне попробовать и растения за то что в дал мне попробовать но надо вкушать все блюда ну или дождаться когда они наконец-то это все блюдо до какого-то уровня доготовят я считаю вообще у меня ощущение возникло что их все игры должны теперь быть так или иначе сюжетно взаимосвязано как минимум в одной вот этой вселенной происходить с разными возможно зарисовками но опять же это предположение потому что это первое впечатление вот поэтому кусочку все ребят завтра увидимся